Международная ситуация вокруг Кореи продолжает накаляться. Вашингтон направил к берегам КНДР еще две авианосные ударные группы. Американские генералы наперебой сообщают, что готовы применить против Северной Кореи военную силу. Между тем, остается неясным, насколько реальная готовность США к войне с Ким Чен Ыном соответствует грозным заявлениям Пентагона. Ситуацию комментирует директор агентства аналитической информации Русь Православная Константин Душенов. Разные мнения по этому поводу. Обострение вокруг корейской проблемы. Часть из них считают победой Трампа новой и очередной после сирийского удара. Ну а другая часть аналитиков резонно указывает на тот факт, что, в общем, корейцы не дрогнули и не отступили. Они даже провели, пусть неудачное, но тем не менее, не провели испытания баллистической ракеты, в общем, наплевав на все те угрозы, которые высказывал в их адрес и Трамп, и вице-президент Пенс, и другие высокопоставленные американские деятели. В общем, в любом случае ясно, что взять Корею на слабо Трампу не удалось. Я думаю, что он сам попался на эту удочку, и вот ему-то как раз оказалось слабо, и американская пресса уже иронизирует по этому поводу, и как он будет выбираться из этой ловушки, в которую сам себя загнал, пока не очень понятно. Он же заявил, что он круче всех, и по Сирии пуляет, и Корею сейчас приведет в чувства, и Си Цзиньпинь, американский лидер, у него там чуть ли не на побегушках в корейском вопросе, но реальность-то оказалась не совпадающая с этими бравурными заявлениями. Еще, кстати, меня, знаете, что удивляет? Такая точка зрения. А как вы можете радоваться успехам корейцев? Там же диктатура, они же плохие. Да вы знаете, вот по мне нет никого хуже американцев. Именно они есть сегодня средоточие мирового зла, а Вашингтон это то змеиное кубло, откуда регулярно выползают всякие антирусские гады. Что касается самих корейцев, то мне по большому счету до них дела, в общем-то, нет, и я думаю, что это вполне себе нормальная ситуация. Вот вы живете, у вас есть родные, близкие, папа, мама, дети. Они ведь вам, наверное, ближе, чем соседи по лестничной площадке. Это нормально. Никто не будет требовать от человека, чтобы он к своим соседям по дому или по коммунальной квартире относился так же, как он относится к собственному ребенку или к собственной матери. Вот Россия, русский народ, это родные для меня люди. А корейцы, ну, дай бог им всяческих благ, но живут они там где-то далеко, ну, поэтому, честно говоря, меня они не сильно волнуют. Они против американцев? Окей. Тогда я люблю корейцев, и да здравствует Ким Чен Ын. Тем временем газета «Таймс» сообщила, помощник Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, Китай присоединился к Соединенным Штатам относительно того, что угрожающее поведение Ким Чен Ына не может продолжаться. США и Китай совместно разрабатывают решения для северокорейского ракетного кризиса. О как! То есть Китай присоединился к американцам в качестве младшего партнера, судя по всему. Дальше Макмастер сказал в этом интервью, США и Китай используют все средства, кроме военного варианта. Но, вот чудеса, кроме военного варианта, но применение силы как таковой не исключено. И понимай, как хочешь. Дальше он говорит, у Америки есть огневая мощь для нейтрализации ядерной инфраструктуры корейского режима. В этих целях Вашингтон даже может нанести превентивный удар. Вот как хочешь, так и понимай. С одной стороны, значит, Си Цзиньпинь у них на побегушках, судя по всему, бегает. С другой стороны, они не планируют военного варианта. Но, с третьей стороны, применение силы как таковой не исключено. Короче, такие, значит, чудеса американской многосторонней многовекторной политики. Макмастер, кстати, выступал в Великобритании перед разным родом высокопоставленными деятелями Министерства обороны английского, в частности, и правительства. И вот, значит, источник в британском правительстве сообщил, что американцы пришли к выводу, что, возможно, придется уничтожить объекты ТНДР упреждающим ударом. Пару недель назад Феллан, это министр обороны Великобритании, обсудил с Мэттесом, а это министр обороны Соединенных Штатов, все возможные варианты. Американцы сделают все необходимое, обсуждаются все варианты, они считают, что у них есть потенциал для удара по объектам и их разрушениям. Они уверены в том, что знают, где что находится, и могут нанести эффективные удары. Короче говоря, Трамп через своих представителей продолжает, так сказать, кошмарить почтеннейшую мировую публику, рассказывая всем, что он крут как никогда, решителен как никогда, готов пулять ракетами направо и налево, как никогда. Тот же самый генерал-лейтенант Макмаскер в интервью телеканалу ABC сказал, на этот раз уже про Россию они же не могут, тоже мимо русских ТНД, никак не могут пройти спокойно. Москва поддерживает кровавый режим Башара Асада, а вызванный им кризис уже перекинулся на другие страны. Вот так вот, да? То есть это кризис не американцы там вызвали тем, что влезли еще 10 лет назад в Ирак, повесили Саддама Хусейна, потом взорвали Ливию и убили Муаммара Каддафи, а потом, значит, ИГИЛ, который они же сами сотворили, их же спецслужбы сотворили, да, разрушил Сирию. Это все, оказывается, Москва виновата. Это вот мы сидели в Москве, или, я уж не знаю, там где-то, может, в сибирских просторах ледяных, злобные русские Сибири, и планировали, как бы, вот, так сказать, подгадить о хорошем, милом, прогрессивном, добрым, человечном американцах. Но, кстати, далеко не все, так сказать, хавают вот эту вот информационную похлебку, которую пытаются накормить из Вашингтона. Вот в итальянской газете «Каррира де ля Сера» американский писатель и политолог Пол Берман заявил, «Я тоже рукоплещу идеей, что Америка должна действовать, а не оставлять простор для действий Путина. Но на этот раз я аплодирую одной рукой. Военные действия имеют смысл только тогда, когда они проводятся в рамках более широкой стратегии, но нет ощущения, что таковая вообще существует. Складывается впечатление, что в Вашингтоне царит хаос. Кажется, будто у госсекретаря Рекса Тиллерсона три различных внешних политики. У представителя в ООН Никки Хейли четвертая. Затем есть внешняя политика Джареда Кушнера, зятя Трампа. Еще одна политика его дочери Иванки. И, наконец, курс генералов, министра обороны Мэттиса и советника по национальной безопасности Макмаскера. Есть же еще и сам Трамп. Вот, пойди и разберись во всей этой каше, во всей этой мешанине. Пока ясно только одно, что ничего не ясно, что Дональд Фредович Трамп продолжает, так сказать, пыжиться, играть мускулами и рассказывать всем, какой он сильный и крутой и как он никому спуска не даст. Но реальный эффект от этих вот всех ужимок и прыжков по международной арене весьма сомнительный. Во всяком случае, военный эффект в Сирии нулевой. Что касается Кореи, ситуация еще находится в развитии. Но уже очевидно, что Ким Чен Ын не собирается ни на шаг, ни на полшага отступать перед американским давлением. Ну а что из всего этого выйдет в общем и целом, пока не знает вообще никто. И сам Трамп этого не знает в первую очередь.